Ну вот и дождались на пятый ряд четвертое место, усадили сегодня сразу двоих, как там тесно или нет. Понедельник, выходной, новый театр у нас в городе, три несчастья и его руководитель Сергей Дроздов у нас в гостях и один из артистов Владимир Швальбе. Доброе утро! Такие вы прям все бодрые и сразу видно, что понедельник у вас выходной. На самом деле нет. Буквально после вашего эфира я еду репетировать спектакль, который выходит в пятницу и весь день репетирую. Да, ребята отдыхают частично. Обманываете значит народу-то? Нет, театр выходной, то есть к нам невозможно прийти посмотреть что-то, мы работаем. 23 марта состоялась премьера первой спектакля в истории театра «Понедельник-выходной». Как приняли зрители? Много ли их было? Получили ли вы то, что вы ожидали? В общем, вкратце расскажите, как оно? Как ощущение вообще, что сделал что-то свое? Сделал что-то свое, но работа только началась. На самом деле зал был полный, ожидания, я думаю, мы оправдали и зрительские, и наши ожидания вроде оправдались. Было весело, хорошо, вроде все получилось. А какие-то заметили недочеты, которые хотелось бы исправить, там что-то для себя вынесли такое, что подкорректировать? Нет, естественно, не без проблем, всегда они существуют, да, мы какие-то обложки будем еще вычищать, но в целом все сложилось. Чем-то будет отличаться этот театр ваш от других театров в Новосибирске? Близостью, близостью со зрителем. Главная фишка, да? Нет, не главная фишка, открытые эмоции, наверное. Жесткое воздействие на зрителя, наверное. Потому что кто-то спросит, новый театр? Зачем? Чтобы в Новосибирске нет театра, что ли? На самом деле не так много, как хотелось бы. Хотелось бы еще раз, чтобы пять, наверное. Вот на данный момент, в ближайшее время, будет выбор у людей между двумя спектаклями, насколько я поняла. Это премьерный, трактирщица. Да. И скоро выйдет еще один, 105. 105-я по жизни. 105-я по жизни. Как-то вы определились для себя еще, что вы будете ставить после этого? С репертуаром. Да, репертуар уже как-то намечен? Да. Приоткройте завесу, какого жанра это будут спектакли, в какой вы хотите работать в манере, вот как Саша говорит, фишка, отличительная черта. Да, конечно, приоткроем. Следующая премьера, буквально в конце апреля, это пьеса «Оглянись во гневе» Джона Осборна, английского писателя. Затем будет комедия французская «Ужин с дураком», и после этого мы занимаемся таким классным, как мне кажется, проектом, необычным для нашего города, и вообще необычным. Это на дне горький, но мы его играть будем не у себя в театре, мы его будем играть на фоне заброшенных зданий. То есть мы будем собирать у себя зрителя, увозить его туда, и там будем играть. Прямо с погружением решить. Ну, в нашем городе я такого еще не помню. Помню, что на вокзале что-то ходили, насколько это будет похоже, я чуть не уверена, наверное, в этом. Нет, совсем не так, потому что мы назвали атмосферно. Владимир, вам как инсайдеру, как руководитель понятно, что он что-то закладывает своего, что-то от этого получает. Вам как человеку, который, ну, в штате, грубо говоря, да, расскажите ваши ощущения, что вы, получили ли вы что-то новое от этого нового театра? Считаете ли вы, что он принципиально другой? Или в вашем опыте уже было что-то подобное? Нет, в моем опыте ничего подобного до сих пор не было, потому что, ну, по сути, создание своего театра – это уже колоссальное какое-то достижение. И поэтому, собственно, ну, что я мог нового получить? Ну, во-первых, сам опыт создания чего-то нового. Стоять у истоков – это всегда интересно. Стоять у истоков – это всегда интересно, но самое интересное, чтобы как бы построить и двигаться дальше – это две совершенно разные вещи. То есть, закончили одно дело, начинаем другое, потом уже планируем следующее. Это, как я не знаю, землянику. Как вы нашлись друг с другом с Сергеем? Насколько я поняла из нашего разговора, когда мы звонили Сергею по телефону, он набирал актеров сам. Буквально методом ручного поиска. То есть, где-то в каком-то городе был, кого-то подметил. Как он нашел вас? Мы с Сергеем познакомились на постановке спектакля по пьесе Теннесси Уильямс «Трамвай желания» в городе Омске в Топ-театре, куда он приехал как приглашенный режиссер и где я служил артистом. В процессе работы мы познакомились, выпустили спектакль. Когда возникла идея переехать в Новосибирск, Сергей озвучил нашей труппе свою идею. Ну и кто согласился, приехал. Прямо вот так это было? Я открываю новый театр, кто со мной, поднимите руку. Примерно так и было. Я приехал в очередной раз и сказал, ребята, я собираюсь открыть театр. Будет трудно. Это я, кстати, прям озвучил. Будет трудно, по-первых, особенно трудно. Если кто-то за, я всегда чем смогу, вам всем помогу. Поехали, будем делать крутой новый театр. Кто-то еще из вашего театра с вами приехал? Да, безусловно, около 70% труппы приехало. Что ж теперь стало с Омским театром-то? Ну, с Омским театром. Он продолжает функционировать только с другой труппой. Там все было сложно. В театре «Понедельник-выходной» большая труппа? Нет, нас немного, нас 10 человек. Всего 10? Ну, или уже 10. Или пока, а, или уже. И вам хватает этого? Нет, на самом деле, еще я думаю, что... Или как-то вы планируете расширяться? Да, я думаю, что еще 3-4 человека доберется, но не более того. Вы уже приметили этих людей? Или будете какой-то кастинг объявлять, как-то их искать? Нет, кастинг, вообще, такое слово я само по себе не люблю, потому что сам работаю уже 16 лет артистом. Все эти кастинги – это ужас какой-то. Надо ознакомиться, разговаривать с человеком, смотреть, можно с ним как-то работать или нельзя с ним как-то работать. К кого-то вы уже приметили, кого-то к поманите или нет? К молодым присматривайтесь. Вот, ребята некоторые написали с разных... Кто-то сейчас с севера девочка какая-то приедет познакомиться. И вот так ребята с Екатеринбурга хотят приехать, с Казани. Искать кого-то самому нужды пока нет, в общем, есть пока желающие. Слух пошел. На самом деле, да, и труппа большая не должна быть. Я вам могу такой маленький секрет открыть, так, по большому счету, если рассмотреть любой... Маленький секрет по большому. Да. Если посмотреть на любой театр, то мы увидим, что на самом деле работает 12 человек. Из 28 труппы, там, или 35 труппы, работает постоянно очень много 12-13 человек. А остальные так, от раза к разу. Так вот, у нас не должно быть от раза к разу, у нас должно быть всегда, всегда все... Смотрите, чтобы упахивались все. Не упахивались, работали качественно и все. Здорово. После рекламы вернемся еще много вопросов. Для тех, кто только что присоединился, повторяем, понедельник, выходной, новый совершенно свежий театр в нашем городе. Наслывание такое, да. Сергей Дроздов, его руководитель и артиста из труппы театра. Владимир Шевальби. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Дошли уже мы и до разговоров о труппе, насколько она большая, кто эти люди. И, кстати, вот еще что-нибудь спросила. А все спектакли ставите вы сами, Сергей? Режиссер вы один. Пока да. Что-то еще планируется? Как планируется? Планируется, прибавши от кого-нибудь. Ну, возможно, наверное, возможен вариант. Я не думаю, что ограничимся. А может и ограничимся. Посмотрим, как будем успевать, на самом деле. Планируются ли какие-то детские спектакли? Да, обязательно планируются детские спектакли. Но, к сожалению, не в этом сезоне. Начнем мы сказки. Играть мы начнем с сентября. Уже есть какие-то мысли? Да, первое будет «Золотой цыпленок». Это будут музыкальные спектакли. Там, где мы будем, я думаю, и петь вживую, и, думаю, исполнять на музыкальных инструментах тоже вживую. Очень хочется живого звука. Ну, уже поговорили немножко об отличии нового театра принципиальным от других. И детские спектакли, наверное, тоже будут какие-то оригинальные, неожиданные и другие? Или все-таки, что касается детей, тут лучше придерживаться, наверное, как-нибудь классического подхода? Я думаю, да. Здесь с детьми... Не сломать психику детскую! Здесь не нужно агрессивного воздействия, я думаю, это раз. Ну, единственное, что да, вот мы постараемся все вживую делать. То есть и музыка, и... Без пенограмм. Да, да, да. Хочется именно живого звука, чего, кстати, исчезло из театров практически. Чтобы там, допустим, попиваем, ребята! Цыпленок! Золотой! Мы немножко решили за эфиром помучить Владимира и попросили его немножко выдать нам актерского искусства. Кусочек из спектакля премьерного. Рактирщица. Маленький такой кусочек. Маленький кусочек после сцены обеда, где Миранда Дина продолжает свои... Своего колдовывания кавалера. Там такой монолог. Она ему повязывает глаза, потом убегает, произнося тост. Вот после тоста монолог. Только пригублю виной этот час с пламенным взором. Вспыхну для вас, что за колдовской тост? Знаю тебя, чертовка. Хочешь покорить меня, повергнуть своим ногам? Но она делает это с такой грацией, так вкратча добивается своего. Нет. Завтра же уеду в Ливорно. Не хочу ее больше видеть, чтобы не путалась она больше у меня на дороге. Проклятущие бабы, честное слово, никогда больше не пойду туда, где есть бабы. Актомистичная финалочка. Спасибо большое. Пожалуйста. Атмосфера трактира мне лично передалась. Вопрос еще раз к вам, Сергей, наверное. Какой должен получиться театр вашей мечты, или он уже такой, о каком вы мечтали изначально? Ну, наверное, самое главное, чтобы он был для сердца. Вашего или зрителя? И моего, и зрителя. Я думаю, зачастую, в последнее время, это какая-то тенденция, театр стал для головы. То есть, зритель приходит и начинает, ему показывают спектакль, да, и он начинает думать. Во время спектакля, после спектакля. Это неплохо. Иногда бывает перебор. Да, просто ты начинаешь разгадывать какие-то ребусы, какие-то, что-то, А мне нравится такая процедура. Додумывают там что-то. Нет, интересно, когда это, когда это... В меру. В меру, да. Когда ты уже не знаешь, для чего, что там... Горе от луна называется, да? Да, изобрели, чего-то там придумали, и так много этого сделали, что я запутался в том, что мне показывают. Вот. А я вообще хочу... Для головы хорошо, но очень хочется вообще, как мне кажется, это мое личное убеждение, никого в этом не убеждаю. Театр все-таки больше должен быть для сердца. Я хочу, чтобы зрители испытывали эмоции вместе со мной. Вместе с артистами, чтобы они со-переживали. А вот про этот театр немножко забыли. Все для головы, для головы, а где те чувства, которые мы должны вызывать. Очень простый смех, слезы. Здорово. Хорошая позиция. И, наверное, создавая какие-то мысли о том, как оно должно быть, как вам хочется в идеале, вы, наверное, смотрели на каких-то людей, которые вам нравятся. Есть какие-то кумиры в вашей профессии, какие-то театры, какие-то режиссеры, какие-то актеры, кого вы считаете просто прекрасными и образцами для своей деятельности? Кто это? Конечно, есть. Если говорить про режиссеров, не знаю, Петр Мамич Фоменко есть, такой, знавачий, я не знаю, из более близких, это с кем мне доводилось работать, это Сергей Павлович Федотов. Он здесь в старом доме ставил, три спектакля он ставил, в двух я участвовал. На самом деле, их множество, и, как говорит мой друг Александр Николаевич Сидоров, театр не имеет гранит, не имеет времени, не имеет пространства. То есть, он сегодня случился там, а завтра случился там. Или не случилось не там, не там, а случился совсем в третьем месте. Поэтому, просто есть множество спектаклей, которые тут приходят, думают, о, вот это класс. Вот можно вопрос, исходя из того, что вы сказали, театр для сердца, вы когда последний раз видели вот такой спектакль для сердца, и где это было, и что за спектакль? Ну, наверное, одно из самых таких ярких-ярких впечатлений, наверное... Когда вы СО переживали? Да, когда я, уже будучи профессионалом, вдруг забыл. Это, наверное, был Лев Эренбург, режиссер был, это была Гроза, его, она какая-то безумно прекрасная, а театр, кстати, в Магнитогорске, то есть вот, по сути, удивительно, а встретились мы в Градце Кравово, это Чехия, на фестивале, да? Вот, поэтому, просто, вот я там в финале спектакль, понимаете, да, я знаю, например, финал, я знаю, что Катерина бросится в реку, я знаю, что все, уже финал, она сидит, выжимает тряпочку на краешке, и без подготовки совершенно, то есть, просто раз назад, а там высота, наверное, метров семь этого помоста, и сзади бассейн, просто без подготовки и ушла. И в этот момент, я артист, который уже там 14 лет работал в театре, делал так, вот она магия. Мы вашему театру желаем таких же эмоций настоящих, чтобы все зрители, которые к вам приходили, делали точно так же, чтобы им по-настоящему было с вами хорошо. Вот, ну, а это еще не все. Спасибо вам большое, друзья, всегда не хватает в любом городе, всегда кажется, что много, но на самом деле не хватает свежих, новых творческих явлений, да. Спасибо вам за то, что пришли, и за то, что делаете какие-то новые, вот такие прекрасные вещи, и, как и всех гостей, просим вас забавную историю напоследок из жизни. Давайте. Ну, театра, много веселых историй, мы это знаем, но одну выделить трудно. Владимир, да? Коротенькую? Коротенькую. Ну, если в двух словах, однажды, где-то лет 15 тому назад, просто остановила полицейская машина, просто без всяких... Без нарушений. Да, без нарушений, просто остановила, попросила проехать к торговому центру. Собственно, что мы сделали, на все мои вопросы, для чего, куда, он говорит, все, узнаете на месте. Дальше меня подвезли к торговому центру, подъехали в машину, и меня, в общем, что произошло, меня обвинили во взломе автомобиля. Мало того, меня опознало четыре человека. А вы ехали на собственном статусе? Я шел с института домой, собственно. Меня опознали четыре человека, опознали мою куртку, мою походку. Один из молодых людей уже полез в полицейскую машину бить мне лицо. Собственно, с меня уже начинали требовать сорок тысяч валюты казахстанской. С меня требовали три килограмма мандарина. Да, почему-то вот, как бы, мандарины, это женщина, как-то за них зацепилась, что это самое, наверное, ценное, что было в машине, помимо, в ее жизни. Мало того, уже сбегали за коньяком, в Казахстане хороший коньяк. Я-то знаю, что зря несут коньяк, собственно, милиционерам, потому что, собственно, не. Мало того, где-то через час, я уже сам начал сомневаться, а не я, собственно, сломал эту машину. Ну, вся эта процедура продлилась около четырех часов, наверное, меня отвезли в пункт, потом откатали пальчики, собственно, узнали, что это был не я, потому что все-таки отпечатки пальцев были на машине. Да, и слава богу, в девять часов я прихожу домой, меня спрашивают, где ты так долго был? Я говорю, ребята, вы не поверите. Я угонял машину. Я угонял машину, я три килограмма мандарина. И седины с тех пор немножко появилось, да? Спасибо большое, что пришли. Будьте осторожны, не ходите по темноте в одиночку. Да, спасибо.